Учебный год только начался, а проекты юной армии уже набирают обороты. У Зорницы, любимой военной патриотической игры советских пионеров, перезагрузка. Всероссийская детско-юношеская игра дала стат в школе номер 40. В ней приняли участие 17 школ города. Зорница сегодня – это традиционная игра с современными правилами. Военно-спортивная игра Зорница – это действительно та игра, которая многие-многие годы объединяла очень многих мальчишек и девчонок увлеченных спортом, увлеченных историей своей страны, сплоченных крепкой и хорошей дружбой, чувствующих плечо друга, одноклассника, учителя, который всегда поможет, подскажет и правильно направит. И занимаются с вами люди большой души, потому что военно-патриотическое воспитание, а вы все участники этого процесса очень важного, это очень-очень важная тема. Юно-армейцы города Новошахтинска, вы лучшие. Вы лучшие, вы подтверждаете это своими победами, участием в различных конкурсах и победы всероссийского масштаба, подтверждение той большой работы, которая ведется у нас в городе Новошахтинске. Мы сегодня с вами даем старт замечательной военно-спортивной эстафете «Зарница». Ее в городе Новошахтинске не было более 30 лет. И именно вам выпала честь сегодня дать старт этому сильному, мощному мероприятию. Да, оно посвящено 270-летию Атамана Платова. Но испокон века, из века в век российский советский солдат всегда стоял на рубеже своей страны. И сегодня, когда идет военная специальная операция, наши отцы, чьи-то братья, дедушки, охраняют наш покой и светлое солнце, и яркое солнце. И именно вы, проявив свою волю, мастерство, стойкость и настойчивость, еще раз выразите дань уважения всем, кто для вас делает яркое солнце и мирное небо. Мы стали свидетелями важного события. Будущие юноармейцы отряда «Шторм» давали торжественную клятву. Вступая в ряды юноармии, при лицом своих товарищей, торжественно клянусь. Всегда быть верным своему отечеству и юноармейскому братству. Клянусь! Соблюдать устав юноармии, быть честным юноармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Клянусь! Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Клянусь! Клянусь! Военно-патриотическая игра «Зорница» направлена на формирование патриотического воспитания молодежи и активный образ жизни. Это один из таких этапов по подготовке наших ребят и к службе в вооруженных силах Российской Федерации. И одновременно работая по их военно-патриотическому воспитанию. В ходе игры они покажут свои знания и истории Отечества, продемонстрируют навыки владения оружием, сборкой и разборкой автоматом, преодоление препятствий. И покажут свои физические качества, свою физическую готовность. Поэтому это один из таких, будем говорить, шагов в рамках той большой работы, которая проводится и в области, и в городе Новошахтинске по военно-патриотическому воспитанию нашей молодежи и подготовке граждан к военной службе. Для ребят создали все условия, чтобы они смогли прочувствовать силу и историю известной и популярной игры. Патриотическая игра «Зорница» очень полезна для ребят. Она их сполочает, она помогает найти новых друзей среди одноклассников, помогает найти взаимопонимание, помогает подружиться с детьми из других школ. Чтобы преодолеть все виды соревнований, юнормейцам предстояло показать все, чему они обучались с опытными наставниками. Программа игры сочетает задания на знание медицинских навыков с тестами на физическую готовность и военизированную эстафету. По итогам военно-патриотической игры «Зорница» первое место заняла школа номер 40, второе место у школы 31 и третье место заняла школа номер 25. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова